Всем привет! С вами Ольга и сегодня я вам расскажу про свой очередной закидон. Это закидон из раздела рукоделия. Пришел мне он вот в такой вот коробке. Ну, немного она мятая, но ничего страшного. И в чем смысл? Смысл в том, что тут есть полотно, которое уже покрыто клеем, и на него нужно наносить маленькие такие квадратные камушки типа стразиков. Вот. Полотно пришло такое, как вы можете видеть, немного мятое, и на стыках вот этой клейкой бумаги там немного отклеилось. Я на самом деле даже не знаю, как будут там держаться стразы или не будут, но посмотрим. Дальше. В комплект еще входило вот такой вот пинцет, чтобы брать эти самые стразики. Вот такая маленькая тарелочка, чтобы их туда складывать и вынимать. И еще вот такой вот как сортировщик. Ну, то есть тут можно по цветам разложить и вот так вот выдвигать. Ну, подвигать пальчиком там или ватной палочкой, не знаю. Я думаю, что не пинцетом я буду это делать, а ватной палочкой. И в комплект входят вот такие вот мешочки с квадратными вот этими камушками, стразиками. Вот. Я сейчас вам покажу их все уже отдельно на диване. Итак, вот я разложила все свои камушки. Вот. Вы можете посмотреть, какого они размера. Маленькие такие и квадратненькие. Вот. Оттеночков много, но больше всего черного все-таки. Вот такие. Так, вот картина в процессе сборки. Это я уже провела за ней 5 дней. Ну, конечно, не полных 5 дней, а если посчитать по часам, то где-то 12-14 часов. Получается довольно все симпатично и так аккуратно. Очень красиво переливается мерцает, особенно под искусственным освещением, то есть под лампами. Пока еще не понятно, конечно, что это, но вот. Вот эта картинка, видите, справа девчонка с каким-то существом. То есть должно получиться так. И сейчас я вам покажу смысл. Вот, видите, мы тут по чуть-чуть отклеиваем. И там у нас нарисованы буковки, которые смотрим мы вот в этой табличке. Вот табличка идет. Тут мы смотрим. Там М это 33-48. То есть и уже по пакетикам, вот по этим вот номерам, которые вот здесь, мы уже ищем нужный нам цвет. Вот 472, да, предположим, вот он, П. Ну, и то есть и так вот выкладываем. Итак, я закончила свою картину наконец-то. Это на самом деле просто убийца времени нереальный, потому что, ну, вот я ее начала делать, и я не могу остановиться. Я все свободное время тратила вот на это дело. В общем, у меня, посмотрите, сколько осталось лишнего. То есть кладут в набор реально нормальное количество. Можно не волноваться, что вам там не хватит, у вас останутся какие-то незаполненные места. Вот. То есть реально всего хватает. И на изготовление у меня ушло порядка 50-55 часов, если вот взять все вместе. Так, и теперь я сейчас вам покажу саму картинку. Вот что у меня получилось. Вот такая вот фея, видите, вот она вся, так очень, довольно прикольно переливается, мерцает. Цвета нормально подобраны, можно понять, что это такое, но издалека это выглядит, конечно, привлекательнее и понятнее, нежели вот так вот вблизи. И пойду сейчас отнесу это дело в багетную мастерскую, потом уже покажу вам, ну, прям уже вот полностью все. Кстати, только когда закончила делать, до меня дошло, что значит вот это 141 на 141. Я решила заморочиться и посчитала вот здесь вот сколько этих квадратиков и вот тут. В общем, это и есть 141 на 141. Если мы это умножим, то получим 19881 вот такая вот фигулька, такая вот маленькая, я имею в виду, квадратинка. Вот так вот выглядит уже готовая картинка. Вот. Мне кажется, очень симпатично. Вот видите, когда свет падает, сейчас, чуть не получается, ну, в общем, она мерцает. Во. Ну, так, чуть-чуть видно, но я думаю, что понятно. И сейчас вблизи покажу. Вблизи выглядит не так привлекательно. Вот. Мне, конечно, больше нравится смотреть издалека. Во. Вот так вот вообще супер.